Добрый всем день, дорогие друзья! Приветствую вас в этот солнечный день! Да, вы на канале Будни Риэлтора и вы находитесь сейчас со мной в Кудрово на проспекте Строители, недалеко от Автополе. Я сейчас иду с йоги и у меня хорошее настроение. Немножко мне все-таки любое занятие собой и посвящение времени для себя, конечно, оно, скажем так, поднимает настроение, выветривает ненужные мысли. Я все-таки хочу рассказывать вам о всех плюсах и минусах своей работы. К сожалению, минусы тоже есть. И для тех, кто считает эту профессию, скажем так, легкой, для тех, кто, возможно, хочет стать риэлтором, да, для, скажем так, будущих моих коллег и для начинающих. В общем-то, хочу рассказать, что у меня на днях вот произошел такой случай, который меня, скажем так, два дня просто выбивал из колеи. На самом деле, давно уже я просто не сталкивалась с таким, ну, скажем так, враньем, каким-то недоверием, предательством, да, я бы так это назвала. Может быть, это такие очень грубые, сильные слова. Но в любом случае это мои ощущения после разговоров, после, скажем так, сотрудничества с человеком, да. Значит, речь в чем? Я рассказывала вам о том, что у меня появилась новая квартира в Кудровой, на Кондратьевском проспекте. И я с этой квартирой работала. Точнее, я работала с непосредственно хозяином квартиры, а не с его женой, которая обратилась ко мне повторно спустя два года. Неделю назад мы с ней обсуждали детали нашего сотрудничества. По аренде я рассказывала про то, что комиссия, как и, в общем-то, принято у нас в Петербурге, оплачивается с нанимателя. Мы обсудили с ней условия. И, ну вот, наверное, все-таки вот это есть же ощущение, когда работаешь с людьми и понимаешь, что что-то здесь не так. Так как она, в общем-то, получается, была для меня новым клиентом, потому что, повторюсь, я работала не с ней, а работала с ее мужем, но сдавала именно их квартиру. Когда человек говорит, мужу ничего не говорите, с ним не обсуждайте, я занимаюсь теперь этой квартирой. Это личное их дело, оно мне не касается. И, соответственно, обратилась, озадачила, и я начала работать. Сразу, с первого же обсуждения цены я дала понять, что 35 тысяч за однокомнатную квартиру это очень дорого. Приводила ей примеры, рассказывала ей, приводила наших конкурентов, которые стоят уже по две недели. При этом она попросила ее сдать заранее, несмотря на то, что у нее там еще жила квартирантка. Свежие фото она не могла мне прислать, и мы не могли их, собственно говоря, никак сделать, потому что там живет человек, он собирает вещи, но это вообще неудобно. И, конечно же, я ждала от нее свежих фотографий. Попросила ее, пусть ваша квартирантка их сделает. То есть, у нас фактически переговоры были в течение недели. И, собственно говоря, это мое время, я размещала рекламу, это мои деньги. когда у нее съехала квартирантка, я сказала ей, что, ну, вы понимаете, что звонков нет, и это не потому, что у меня какая-то плохая реклама. Я хоть с транспарантом буду ходить по Невскому проспекту, я не сдам эту квартиру за такие деньги. это очень дорого. ну, как же, ну, как же, вот у меня в Девяткино за 23 брат там, сват, не знаю кто, сдает, и очень легко. Почему же вы не можете? Что же вы так не можете? Я ей просто показываю, что, ну, люди, ну, не дураки же. Они смотрят, сравнивают и видят более красивые варианты квартир, более уютные, не знаю, дорогие в плане отделки, да, там, выглядят они красивее, намного симпатичнее, но стоят дешевле, естественно, они сдаются. Когда у вас в квартале квартиры за 25, 27 и 30, а вы хотите квартиру хушую сдать за 35, логика не очень понятна. В общем, она ни в какую, то есть, нет, мне простой выходит в копеечку, мне, значит, ставить ниже я не буду, ну, в общем-то, тогда я понимаю, что просто-напросто я сейчас трачу свое время, по сути, свои деньги, да, на рекламу, и мы с ней договорились, вот последняя была фраза, что я говорю, предлагаю поставить с понедельника 39 и, ну, как бы, и посмотреть, как пойдет, ну, за неделю ни одного даже звонка, о чем мы говорим, и, судя по просмотрам, и просмотров мало, и после этой фразы, значит, она мне написала, что, да, хорошо, договорились, опять же, повторюсь, что мы с ней договорились, что работаем на обоюдном доверии, проходит ровно 10 минут, она мне звонит и говорит, Елена, я дальше не могу с вами, значит, работать, у меня приезжает родственник, вот, и, в общем-то, он заезжает, спасибо, до свидания, то есть, ни о какой там, не знаю, компенсации моего времени, и рекламы затраченной, естественно, там даже речи не идет, человек просто, ну, все, так получилось, я с полным, в полном понимании, что это абсолютнейшее вранье, вообще, и в недоумении, ну, окей, это ваше право, как бы, бог вам судья, если вы ко мне обращаетесь, пожалуйста, обращайтесь, и доверьтесь мне, если вы считаете, что как-то, я делаю не так что-то, тогда вообще не обращайтесь, я не знаю, как еще говорить, через два дня я вижу это объявление за 34 тысячи от другого агента, поэтому, для меня это полное неуважение, ни ко мне, ни к моей профессии, и считая, что было абсолютно одинаковых объявлений, с одними и теми же фотографиями, за одну и ту же цену и условия, то есть, ну, как бы так, как-то, видимо, в общем, что я могу сказать, я ей скинула ссылку этого объявления, дала понять, что, что я увидела его от другого агента, написала ей, небо хоть понимать, в дальнейшем, что было не так, то есть, ну, вот, логики, пока я не увидела, если честно, человеку стало как-то, ну, неприятно со мной работать, я не знаю, что, почему так, почему, вот, просто общаясь, общаясь, потом резко, через 10 минут, так, все, я не могу, у меня это, приехал там кто-то, что-то, как-то, ну, в общем, мне, от этого общения, конечно, неприятно, имейте в виду, что, в общем-то, с новыми клиентами, я стараюсь как-то быть на чеку, вот, чтобы из-за таких ситуаций мне с нормальными, адекватными людьми не ругаться в дальнейшем, и не быть, скажем так, какой-то грубой, возможно, вы решите, что как-то я так странно могу отвечать или что-то, ну, вот, и у меня бывают, к сожалению, такие обстоятельства, люди не ценят мое время, мою работу и мой опыт. Я не знаю, сколько сейчас простоит эта квартира, как она поступит с этим агентом, то есть, человеку вообще без разницы, она не ценит, я еще раз говорю, ни время агентов, не уважает, соответственно, вашу работу, вот и все. И сказать ей было просто нечего на это. у меня были такие случаи, когда действительно ситуация происходила, да, таким образом, что хозяин передумывал сдавать, действительно, там, если заранее вдруг выставляют, квартирант, например, решил остаться, или действительно там какие-то, люди все адекватные, и хозяйка понимает, что она потом ко мне все равно обратится, да, она как минимум понимает, что я сейчас тратила свое время и деньги на рекламу. И все адекватно это понимают и компенсируют, пусть там небольшая сумма, да, но как-то, Лена, сколько я вам должна, то есть, да, я вам обязательно обращусь, извините, что так получилось. И мне потом с этим человеком также приятно дальше работать, подбирать ему адекватных квартирантов, да, и заниматься рекламой его квартиры. Ой, ну, в общем, как говорится, бог не судья, и это человеческая жадность, хитрость какая-то, ну, в общем, негодование мое вот такое. Поэтому имейте в виду, конечно, люди разные. Мне стало все чаще и чаще звонить с Ютуба. Клиенты начали звонить, да, спрашивать там о продаже, вот, паркинга мужчина звонил, тоже, как бы, вы все найдите, пожалуйста, там, оформите, проверьте. Ой, а что, это еще и денег стоит, вроде как? Нет, ну, я не знаю, а как вы хотите, чтобы я бесплатно работала? Ну, вот такие ролики все равно я буду выставлять, чтобы вы понимали, прошлый раз, например, когда я выставила ролик о том, что стоит ли всем подряд показывать, очень много набралось негатива, это моя работа, я считаю, что я делаю все правильно, потому что уже я работаю больше 10 лет, поверьте мне, и как раз-таки тот момент, когда я записывала этот ролик о том, что надо ли вообще показывать, тот клиент как раз-таки действительно не перезвонил и не пришел, а я сама ему позвонила, предложила еще раз показать, но понимала, что это все зря, так что, возможно, очень, естественно, мы показываем очень много раз, и я всегда хожу, показываю, несмотря ни на что, в любое время дня и ночи, это наша работа, вот, поэтому, а когда вот обращаются люди, проконсультируются, тут что-то спросят, потом перезвонят, еще что-то спросят, а потом, спасибо, мы там дальше сами, ну, может быть, тогда не надо дергать, делайте все сами, либо обращайтесь, и мы сделаем все в лучшем виде, вот и все, это моя позиция, а сегодня, сегодня я хочу вам все-таки записать хороший, позитивный видеоролик про сделку, поэтому оставайтесь на канале, смотрите дальше, следующее видео, сегодня у меня сделка по купли-продаже, очень много нюансов, которые я вам расскажу, и они продолжают появляться, поэтому оставайтесь на канале, дальше будет интересней.